Бюллетени для голосования на выборах депутатов Государственной Думы и Краевого ЗАГС Собрания, переданное в избирательные комиссии. Их тираж больше 7 миллионов штук, общим весом около 50 тонн. В дни голосования 17, 18 и 19 сентября алтайские избиратели получат по два бюллетеня на выборах депутатов Госдумы. В одном будут кандидаты, выдвинутые партиями, на другом кандидаты по одномандатным округам. Еще два бюллетеня выдадут для голосования на выборах депутатов Алтайского краевого ЗАГС Собрания, выдвинутых избирательными объединениями и по одномандатному избирательному округу. Около 50 школ Алтайского края претендуют на получение грантов губернатора в сфере общего образования. Конкурс проводят по госпрограмме развития образования в Алтайском крае. Эксперты оценят материалы и определят троих лучших в номинации «Школьный перспективный проект». Также рассмотрят индивидуальную работу учащихся. Гранты предоставляют на приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, технических средств обучения, электронных учебников, спортивного инвентаря и методического обеспечения. На них из краевого бюджета направили 2,5 млн. рублей. Движение по северо-власихинскому проезду открыли в Барнауле от улицы Попова до проспекта Энергетиков. Ранее на этом участке не было автомобильной развязки. К строительным работам приступили еще в прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В первую очередь там оборудовали ливневую канализацию, переустроили сети водопровода, газопровода и связи. Затем уложили асфальт протяженностью больше полутора километров, а также установили тротуары и наружное освещение. Данная улица является очень важной для новых микрорайонов, потому что она обеспечивает транспортную доступность для очень большого количества населения. Тут есть и ЖК «Адмирал», и различные кварталы, которые водятся. Данная улица у нас позволит разгружать параллельные дублеры и поперечные. То есть это будет одна из хордовых министрально-индустриального района. Во время приемки дорогу исследовали при помощи мобильной лаборатории, а именно на ровности состав асфальтобетона. В результате определили, что участок соответствует всем нормативам. Я сам житель индустриального района и часто сталкивался с тем, что в ближайшие участки Попова всегда были пробки. И сегодня это позволит разгрузить важные наши транспортные артерии в индустриальном районе. Мы видим здесь комплексное благоустройство, здесь и тротуары, здесь и зеленые насаждения, и необходимая ширина дороги. Ширина дороги 7,5 метров, а в местах примыкания к улицам Попова и Сергея Ускова увеличена до 10. Всего на строительство участка дороги потратили 249,5 миллионов рублей. Также до декабря текущего года планируют завершить второй этап работ на Северо-Власихинском проезде. Это дорога от проспекта Энергетиков до Павловского тракта. На это потратят больше 116 миллионов рублей по программе социально-экономического развития Алтайского края. В центре Барнаула на проспекте строителей открыли новую спортивную площадку «Пионер-арена» для занятий игровыми видами спорта. Спортивный объект появился по инициативе Фонда поддержки и развития спорта Алтайского края. Большую часть затрат на строительство взяла на себя компания «Пионер-трейд», «Барнаульская ДСУ-4» и «Барнаульский завод светотехники». Подрядчик разработал идею так называемой «подвешенной площадки» с сохранением экологии места строительства. Новая площадка в густонаселенном районе города предназначена для баскетбола, волейбола, мини-футбола и гандбола. 18 сентября в Краевой библиотеке имени Шишкова стартует четвертый сезон проекта «Энергия знаний». Его участниками могут стать жители региона старше 14 лет. В первом блоке сезона прочтут пять лекций. Четыре лекции выстроены в хронологическом порядке и посвящены истории региона. Пещерные времена, аскивский период, развитие горного дела и знаковые личности 18-19 веков. Финальную лекцию посвятят брнаульским мифам и легендам. Лекции проведут известные в регионе эксперты. Среди них кандидат исторических наук Артур Кунгуров, заведующий кафедрой историко-культурного наследия и туризма Алтайского государственного педагогического университета Аркадий Контьев и другие. К этому часу у меня все. До встречи в эфирах.